В рамках увековечения памяти о земляках-героях и военно-патриотического воспитания молодежи военным комиссариатом Краснодарского края было предложено установить в качестве памятника авиационную и военную технику. Владимир Фролов сам летчик, поэтому сразу поддержал эту идею и лично взялся за ее реализацию. Когда мы начали анализировать, какая была техника, вертолет Ми-8 сразу затронуло душу и тем более я сам летал и трое сыновей, летчики на вертолетах Ми-8 и я обратился с этой идеей о том, что если будет разрешено главой города, я займусь этой идеей и ее постараюсь воплотить в жизнь. Администрация посодействовала в этом плане именно Игорь Олегович Игаев и Александр Николаевич Курганов. И вот благодаря этому в течение года я старался воплотить эту идею в жизнь и теперь мы видим, что она осуществилась. Можно будет доложить главе города о том, что приказание в отношении установки в виде памятника вертолета Ми-8 выполнено. Этот вертолет был списан более 40 лет назад. Ранее его использовали для учебно-тренировочных полетов курсантов-летчиков в Саратовской области. В октябре 2018 года военную машину доставили в Лобинск на территорию войсковой части. Здесь ее привели в надлежащий вид. На реставрацию потребовалось полгода и теперь Ми-8Т станет одним из памятников расположенных на площади Победы, который будет напоминать о героях, связавших свою жизнь с небом. В рамках оборонно-массовой работы и в лице моего сына Фролова Романа, погибшего при исполнении служебного долга, этот вертолет будет установлен и в честь тех летчиков и людей, кто выполнял свой воинский долг и не вернулись в задание. Установка этого вертолета символизирует отношение к людям, которые не вернулись, выполнив свой воинский долг до конца. Многие единомышленники Владимира Васильевича – ветераны Афганской войны. Они отмечают необходимость установки подобных памятников для патриотического воспитания подрастающего поколения. Это для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Так как мы прошли это горнило Афганской войны, хотим передать свой опыт школьникам, молодежи, призывникам. И для нас это, конечно, большая честь, что у нас в городе будет такой памятник. Завершаются последние приготовления. Позади многие месяцы кропотливой работы, бессонных ночей. И вот он – самый ответственный и волнительный момент. Многотонная машина становится на пьедестал. Владимир Васильевич – настоящий патриот своей страны. Он многое делает для того, чтобы воспитать молодежь в лучших традициях боевого братства. Он признался, что не собирается останавливаться на установке одного памятника. «Написали письмо в Министерство обороны о выделении военной техники для парка «Патриот». Это в виде БТР, БМД и ЗУ-23. Военные понимают, это будет расположено вот здесь. Я надеюсь, все это осуществится. И чувство гордости, и чувство патриотизма у ребят, которые учатся в школе и будут воспитываться на вот таком боевом опыте. И смотреть и восхищаться тому, той боевой мощи, которая у нас есть в России». Торжественное открытие памятника запланировано на 9 мая. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова